Следующий вопрос от моей тоже хорошей подписчицы Лариса Розен. Инна, во-первых, спасибо за канал. Сегодня смотрела новости за июнь и вдруг поймала себя на мысли, что заскучилась за видеоболталками. Вот ты рассуждала, как меняла свое отношение к переменам в жизни. И оказалось, просто дала мне подсказку, что делать. Спасибо. У меня сейчас нелегкий период сборов. Все идет совсем не так, как надо или вообще не так. И тут твое видео о переменах. Очень интересный вопрос. Меня захватывает в последние годы два очень сильно. Поэтому с удовольствием отвечаю. Вы знаете, я вообще, наверное, могу сказать, что, конечно, как бы есть яркие этапы в нашей жизни, когда мы понимаем, что вот с этого момента уже жизнь не будет такая, как была прежде. У каждого эти моменты свои. У кого-то более значимые и отмечаемые события какие-то есть, у кого-то нет. У меня первым ярким событием было даже не рождение сына. Я могу сказать, что рождение и до у меня мало что поменяло. То есть наверняка, конечно, поменяло, но не в глобальном смысле. В глобальном смысле больших изменений не произошло. Начало меняться, я думаю, мой взгляд на жизнь, когда мы переехали в Канаду. Потому что тут как бы полностью началась другая жизнь, другая ментальность. Другой образ моей жизни изменился, и что заставило меня переосмыслить многое, о многом заново подумать по-новому. И с течением времени жизнь показывала мне какие-то такие моменты, которые заставляли меня заново смотреть на те же ситуации, которые раньше я смотрела, ну, наверное, как все. Для себя важным первым моим изменением в жизни было, это для меня очень яркое было изменение, оно, видимо, начало происходить с возрастом, с жизнью. Я просто поняла, и я об этом говорила еще, наверное, год, больше, год до два назад в своем видео, о том, что не нужно спешить. И у меня было посвящено этому какая-то часть, и мы говорили о том, что у меня было такое философское видео, можете зайти посмотреть, по-моему, о том, как не впасть в депрессию при переезде, что-то такое, в эмиграции, что-то типа такого. И я, по-моему, там об этом говорю, что вот это был первый момент в моей жизни, когда я четко начала осознавать, сначала я к этому шла, я понимала, что, например, спешить не надо, спешить не надо, то есть мы это понимаем, но не осознаем. И на каком-то этапе жизни я поняла, что когда я спешу со своими решениями, когда я хочу быстренько, вот что-то мне захотелось, и сиюминутно мне нужно это получить, когда я что-то решила, и мне сейчас нужно пойти вот это вот сделать, или вот я приняла решение сразу на месте, и мне на месте нужно его огласить. Я поняла, что вот это все ежеминутное, вот это все неправильное. Жизнь показала, что мне не нужно в ту же минуту принимать, вот что-то я о себе надумала, и мне вот это вот впихнулось в голову, и все. И я вот как баран, вот это нацелена, как бык, так сказать. И все, иду к этой цели, и мне нужно здесь и сейчас, и быстрый результат. И я поняла, что это не так. И когда мы этого хотим, это неправильное желание, и оно только приводит к разочарованиям, к неправильному, как результат, решению. И когда я переехала в Канаду, я появилась больше возможности осмысливать свои действия, решения и ситуации. И я поняла, что спешить не нужно, действительно. И что все может подождать до завтра. Конечно, есть в нашей жизни какие-то решения, которые нужно принимать и решать, но в основной массе, если есть возможность оттянуть, нужно оттянуть. Потому что это может измениться, обстоятельства могут измениться так, чтобы вернуться просто к вашей стороне совсем иначе. И вам уже не нужно будет принимать, например, какое-то решение. Сейчас, Габочка, сейчас я что-то дам. Сейчас я вкусненько. Дам тебе сейчас. Будешь мандаринку? Да. Сейчас мама даст. Мандаринка новогодняя. Новогодний фруктик. Новогодний цитрусовый. Я вот знаю, что это было очень ярким. И впоследствии, со временем я нашла этому подтверждение другими людьми. Потом родилась Габриэль. И это вообще меня вовлекло просто вообще в новый отрезок моей жизни. Если я до рождения Габриэль, после переезда в Канаду, начала меняться внутренне, как я говорю, пересматривать свои позиции, понимать, что для меня какие ценности есть, и что для меня важна семья на первом месте, а не работа, карьера и так далее. То, что было для меня важно до этого. Я поняла, что это самое ценное, что у нас есть. И что для этого мы живем, и для этого мы все делаем. И что я как мать должна быть со своими детьми, потому что они во мне очень сильно нуждаются. Особенно и до он очень сильно нуждался во мне. И я так рада, что я это распознала вовремя. И что я делала правильные вещи. Я знаю, что внутри я делала правильные вещи. Я была с ним, я полностью себя ему посвятила. И я видела результат этого. И я очень рада, что все так произошло. Но с рождением Габриэль пришло такое осмысление сильное, более сильное свое, как материнское осмысление. И я усилилась в этой своей роли материнской. Как я не сделала это с ЭДО, потому что, естественно, была другая жизнь. И другие были социальные условия вокруг меня. И все было по-другому. Но вот эта новая моя ситуация позволила... Я не знаю вообще, мне кажется, я так каламбурно говорю. Я просто пытаюсь передать свою мысль. Но новая моя ситуация, новая моя жизнь, они заставляют задуматься, переосмыслить, стать более терпимой. Где-то перетерпеть что-то. И я вижу хороший результат в отношениях с мужем, в отношениях с друзьями, в отношениях с окружающими. Вот терпимее. И вот это выражается терпимость от того тоже получения быстрого результата. Потому что хотелось это быстрый результат здесь, сейчас. Неважно какой ценой. Я поняла, что цена важна. И что не любой ценой. И что есть другие приоритеты. И иногда можно просто что-то give up on something. То есть на что-то закрыть глаза и просто отказаться от чего-то. Даже чего ты хотел, просто отказаться от этого. То есть не то, чтобы не за любую цену и не при любых условиях, а просто от чего-то отказаться. Вы знаете, жизнь стала такой намного проще. Мы сами усложняем свою жизнь. И я поняла, что может быть все так просто. Это все намного проще. Но я могу вам сказать, что я искала информацию, я читала, я слушала лекции. Это все не пришло ко мне просто с неба. Были люди, которые как-то мне помогли. И я могу вам сказать, что на сегодняшний день, это уже третий год, я слушаю лекции человека, который занимается веденческой наукой. Наверняка многие из вас, девочки, кто меня смотрит, слышали о нем. И это Олег Тарсунов. Я слушаю его лекции. Я немножечко маму на них присадила. Он раскрывает очень много тем, очень много разных уголков нашей жизни. Я просто, когда вот эта внутренняя трансформация начала происходить со мной, я нашла вот поддержку своей трансформации. Когда начала его слушать, это просто все, что он говорил. Это то, что я как бы сама к этому уже пришла на каких-то этапах своей жизни. То, что я для себя уже сама поняла. И это было так прекрасно. Слышать человека, не последнего вот в этой области веденческой науки, подтверждение моих слов. Это так все интересно. Меня просто это захватило. Поэтому я уже третий год его слушаю. Очень много я для себя сделала выводов. Я увидела, что вещи работают. Знаете, это ты принимаешь какие-то решения. Раньше ты принимал решения, основываясь на каких-то расчетах. Да, будем говорить так. Вот если я приму это решение, значит будет вот так, так, так и так. И возможен такой вот такой-то разворот еще и в другую сторону таких событий. Если я не приму это решение, то есть если я приму его иначе, то будет вот так, вот так и вот так. То есть был очень такой расчет, холодный, чисто вот такой вот, с какой-то выгодой, конечно же. Сегодня принятие решения мною происходит совсем по-другому модулю. Совсем по-другому коду разворачиваются все мои решения и даже мои вещи, которые я говорю. Мои мысли. Очень много всего поменялось. Я очень рада, что я, знаете, когда вы находитесь в чужой стране, далеко от родных, далеко от близких, от друзей, от людей, которые могут что-то подсказать дельное, действительно близкие твои люди, которые знают твою ситуацию, когда ты, можно сказать, сам с собой наедине остаешься с какими-то действительно уже ситуациями, просто никого вокруг, то твой только лишь трезвый разум, он не поможет тебе. Здесь включается очень много еще других, подключается много других энергетик, подключается много других вещей, которые не могут быть чистым расчетом на результат. И вот важность вот этого вот правильного мышления, вот мне он помог. Поэтому, девочки, я никому ни рекламой не занимаюсь здесь, но мне это очень помогло в жизни и помогает. Он разворачивает очень много ниш, связанных с семейной жизнью, с разводами, с деторождением, с выкидышами, с рождением, с деторождением, как я уже сказала, с разными сложными ситуациями в нашей жизни, также с нашими желаниями. Бесконечные темы. Огромнейший послужной список, в общем, всех этих лекций, которые есть онлайн, он в записи, у него есть канал с тысячами лекций. Я просто слушаю, переслушиваю, слушаю заново, не успеваю слушать новые лекции. Это очень большая моя поддержка жизненная. И просто такой, как свежий всегда воздух, который вдыхается, вдувается в мою жизнь. И меня так, как цветок поливает. Вот эти лекции, они меня поливают, поливают. И я становлюсь, чувствую сильнее, корни становятся сильнее у моего цветка. Поэтому это важно, чтобы был такой человек в жизни, часто который нейтральный, который не говорит о конкретной твоей ситуации, но ты можешь, как мне кажется, по-правильному взглянуть на свои ситуации, принять какие-то другие решения, о которых ты раньше даже не думал, подумать, пересмотреть свою жизнь. Очень, очень мне помогло. А многие говорят, что кто это, какой-то там опять вера, каббалист, то все. Я могу вам сказать так. У каждой науки, как бы вера ваша, она остается всегда вашей верой. Но у каждой веры, по большому счету, есть наука о вере, да, которая, в принципе, является наукой о жизни. Например, у евреев, у иудаизма, это каббала, это уже известно, это наука о жизни. У кришнаидов, это веденческая культура, веды. У крестьян, это, по-моему, эзотерика, это вот откуда-то из этой степени. То есть, как бы, это все науки о жизни. Они очень между собой похожи. Это все очень, все между собой похоже, потому что эти науки об одном и том же о жизни. И, ребята, это для меня оказалось очень сильным. Поэтому, когда я говорю о переменах в своей жизни, я говорю именно о том, что поменялось. Что меняется ведь в нашей жизни? Вокруг нас мир не меняется. Он всегда, он течет, он спешит, он развивается. Все происходит с нами или без нас, к счастью или к сожалению. И мы должны в этой жизни как-то суметь жить, не теряя себя. И вот очень сложно это все. Во-первых, не то, что терять некоторые себя и не находят, не то, чтобы терять себя. Они даже не понимают, что они теряют себя, потому что они еще себя и даже не нашли. Все эти мысли, сомнения, поиски себя, это все очень понятно современному человеку. И очень непонятно, как с этим жить и как с этим навигейт в нашей жизни. Как навигейт ourselves в этом лайфстайл всем. И вот мне лично это помогло найти свою точку, свою позицию, укрепиться в этом и продолжать свой жизненный путь. Это так важно, так важно. Ты получаешь внутреннее спокойствие, ты знаешь для чего. Вот для чего ты живешь, для чего ты существуешь, для чего ты делаешь это действие или то действие. Поэтому вот я решила с вами поделиться. Поэтому сами мы в жизни своей ничего. А вот меня направляет такой вот человек, гуру для меня. Я рекомендую, я рекомендую. Дает очень большое душевное спокойствие, когда начинаешь слушать, вникать, обдумывать. Это не происходит за день. Я третий год слушаю, третий год новые вещи каждый день для себя открываю. Ребята, это реально работает. Это работает. Когда мы работаем над собой, мы можем поменять только себя. Не себя, а даже свое мышление. Все вот здесь. Можем поменять только свое мышление. Больше ничего. Меняем свое мышление, меняем нашу жизнь. Все. Жизнь вокруг нас меняется. Это работает. Это так. Без каких-то волшебств. Без волшебства. Это просто. Делаешь Х, получаешь Y. Результат известен заранее. Все известно. Всю жизнь можно... Более-менее, не всю жизнь. Каждое наше действие имеет вектор. Да? То есть, есть действие, есть вектор этого действия. То есть, он может быть так, так, так. Это все будет зависеть от нашего действия в конце. Как мы его делаем, для чего, с какой целью мы его делаем, и с какими мыслями мы его делаем. Вот очень важный этот вектор строить... Очень важно этот вектор строить во благо себе. Во благо себе. Поэтому, ребята, перед Новым годом вот такой вот ответ на вопрос. Я надеюсь, это было интересно, и кто-то для себя действительно вынесет для себя вот этого человека, начнет слушать и увидит, как его жизнь меняется. Мне это помогло. Спасибо за вопрос. Спасибо большое, Лариса. Следующий вопрос от... Джейна Санов. Я не знаю, может быть, как Женя. Я не знаю, не хочу ошибиться. Джейна Санов. Здравствуй, Иночка. Наконец-то у меня созрел к тебе вопрос. Первое, что хотелось бы узнать, что на твоем пути к канадскому гражданству было самым сложным и неожиданным? Второе, какие открытия за последний год ты для себя сделала? О мире, детях, людях. В общем, я так понимаю, что было еще продолжение этого вопроса. Женечка, если я не на все вопросы... То есть я понимаю, что там было еще продолжение, потому что я не скопировала весь, как оказалось, вопрос к себе, когда он был. А сейчас уже это сообщение стерко. Поэтому, если еще были у тебя вопросы, ты можешь мне написать сообщением на Facebook или под этим видео. И я постараюсь ответить. Но сегодня ответим на эти. Для меня два вопроса достаточно такие параллельные. Что для меня было самым сложным на пути к получению гражданства? Да ничего, на самом деле ничего. Я думаю, единственное, что для меня было сложным, это ожидание само, что это длительный процесс достаточно. Ожидание, я думаю. Это, кстати, то, над чем мне пришлось работать в себе. Ожидать и знать, что есть вещи, которые должны просто брать время. Они берут время. И я думаю, что лично для меня самым сложным это было готовиться к экзамену. Пусть все кричали, что это легкий экзамен, пусть все кричат, что ничего-ничего. Мне было сложно. У меня даже есть видео, вот это вот, подготовки к экзамену, как мне было сложно. Я была просто в истерическом состоянии. Возможно, такое состояние поймут, наверное, вот кто был отличницей, которые всегда старались сделать все хорошо. Вот я была в таком состоянии. Хотя я далеко не отличница никогда не была. Я никогда не была перфекционисткой. Это все не про меня. Но мне было так важно пройти этот экзамен. Так важно хорошо подготовиться. Так важно все знать. И при том, что мы делали это заранее, подготавливались за две недели, весь этот объем информации, вместить в себя, не перепутать даты, все учесть, было очень для меня стрессовым. Поэтому вот это было самое стрессовое, я думаю. Раскрытие, которое я сделала про детей, про людей, про окружающий мир, я еще раз продолжаю всегда устанавливаться в том, что все люди, будь здорово, габочка, все люди разные. И мы принимать должны их такими, какими они есть. В своих детях я сделала такое раскрытие, что мои дети, кроме меня, никому не нужны. Так сильно, как мне, они никому больше не нужны. Только мне. И все, что с ними происходит, будет всегда важно только мне. Больше никому. Ни учителю, ни врачу, ни кому-то другому. Это всегда только моя ответственность, какими будут мои дети. Что я могу им дать, это все только я. Только я. Начиная от какой-либо информации, заканчивая их здоровьем. Не знаю. Это всегда только на мне. Поэтому это крайне важно. Наши дети на первом месте. Потом все наши другие интересы и желания. Это то, что для себя я поняла. И что мои дети, они прекрасны. И что ребенок, если ты к нему подходишь к терпению, с любовью к любому, даже самому сложному ребенку, можно найти подход. Таким примером для меня является, я сейчас недавно начала встретить семью, у которых 9 детей. Они американцы. И они сейчас путешествуют по Америке в Орви. Вот это такая большая, большой тракт, в котором они живут. Четверо детей ихние, четверо усыновленные дети. Это великолепная семья. Я вам оставлю ссылку потом на них. Я их просто обожаю. Просто обожаю весь их стиль жизни, их рассуждения. Мы очень во многом совпадаем. Я просто смотрю на таких людей и просто говорю, слава Богу, счастье, что есть такие люди в этом мире, которые дают любовь брошенным детям. Поэтому наши дети, это самое важное, что есть у нас в жизни. Это такой вот вывод я сделала. И очень много, большая часть вопроса, я думаю, ответит на то, что я сказала до этого, что мой новый взгляд на жизнь, все, что происходит сейчас, это в большинстве, все эти перемены связаны с моим новым взглядом благодаря Олегу Геннадьевичу Тарсунову, которого я смотрю. Вот, думаю, ответила на этот вопрос. Спасибо. Спасибо.